итак это я ваша любимая жена максима и наш мой youtube канал максима стал канал наш не просто красоте а вообще жизни в целом и сегодня у нас конец моим косичкам как говорится все было хорошо но все поэтому своих кость своими косичками я осталась скажем так наполовину довольно носились они конечно хорошо но они тяжелые они колючие и сейчас когда началась жара не очень приятно когда они касаются к телу мне становится не очень приятно мало того что с косичками я проходила чуть чуть больше месяца где-то месяц наверное может быть около полтора месяца где-то месяца 2 недели и верхний ряд у меня стал тянуть потому что они тяжелые они будут разваливаются и вот тут я чувствую как идет натяжение а так как это опасная зона приходилось их часто вот так вот собирать вот тут завязывать чтобы не нагружать этот верхний слой здесь у меня сделан перехлёст вот видите перехлёст чтобы совсем не давать разваливаться этому ряду поэтому куча таких маленьких погрешности минусов я решила их снять в общем когда я ходила вот такими тоненькими сенегальскими мне понравилось больше потому что мне с ними было легче поэтому да это опыт походить с ними наверное стоило чтобы это все испытать но больше я не хочу такие заплетать мало того помните что вот эти вот колбаски я пару штук раскрутила и вот они сейчас достану она завязана на веревочку где-то же у меня есть и не завязана вот они деть ой-ой-ой-ой блин а что на ее завязала что это да и и завязал вот видите она была скрученная было вот поэтому очень тяжелая если я и буду в следующий раз так делать их не выброшу их обязательно ставлю если я и буду я буду вот так вот я их все вот так расплету и на восьмерочки заплету и тогда их поношу подольше потому что сейчас реально тяжеловато сдвигается ряд он побаливает почесывается это не очень хорошо но в принципе носить можно вот запоминайте меня такой потому что такой я уже никогда не буду итак сегодня у нас что происходит сегодня будем снимать косички буду нашу машинку молодую учить снимать косы машусь а там берешь смотри находишь да вот косичка восьмерка восьмерки на это марина может покажет не знаю вот эти бери значит ищи где конец косички там есть такие вот коски вот это отрезает прям чик отрезает ок не бойся не разрезают не знаю хвостик а вот и начинай расплетать и она быстренько на расческу кончик лишь как она снимается и поднимаешься наверх и достаешь эти косички можно еще кому-нибудь забирать чип пошла постановит тэк-тэк-тэк-тэк-тэк-тэк-тэк-тэк-тэк-тэк-тэк-тэк-тэк-тэк-тэк и прошло С ним расплетается, кто курит, то капец. Как неприятно. Ой, шкафчик, красавчик. Просто красота, 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 красота. Ой, сняли мне пол головы. Такое ощущение, что прям... Ощущение, что я полосела, но я-то знаю, что это не так. Мне же мастер заплетал. Сняли такую тяжесть, ты капец. Уже эти, ну сколько весят. Пойдем, как отдыхает перед тренировкой. А, не пойдет опять тренироваться. У нас в студии Максима появился спортзал. Бесплатный. У нас крутые маркетологи занялись тем, что взяли нам еще спортзал. Я когда зашла сегодня туда, в этот спортзал, я офигела. Я такая, ё-моё, какой тут порядок. Ну, искала кое-что, не нашла. Уже хотела звонить, потом порылась, порылась. Включила логическое мышление, которое у женщин говорит нет. И поняла, что эта вещь может лежать вот здесь. И она там и оказалась. Вот так вот. Итак, мои хорошие, смотрите. Сняли мы мне мои косички. Я хочу, сегодня не буду вычесывать волосы, потому что у меня стояло, как оказалось, 650 грамм. Это было тяжело, реально, и голова устала. Вот я сейчас сняла, мне аж легче стало, поэтому сегодня расчесывать не буду, потому что еще наболевшая. Пусть кожа отдохнет. Похожу пока вот так. У меня есть сухой шампунь, я сейчас запшикаю. Вы видите, что мы, когда заплетали, мы, вот видите, обрезали немножко их, чтобы, ну, чтобы меньше было косичек плести. Вот там восьмерочки у меня были заплетены, смотрите, какие барашки. Вот, здесь у меня такие улочки. Поэтому вот так смотрятся мои волосы, когда они кудрявенькие. Когда я их расчешу, помою, завтра будет все по-другому. И, конечно, я буду делать любимое наращивание. Очень хочется мне нарастить. Мои височки уже. Может, сегодня мне запрести вот так точно. Я сейчас завяжу. Подожди-ка. Подожди-ка, подожди-ка. Подожди-ка, подожди-ка. Вот так красивее же. О, вот так прикольно. Какой хвостик у меня. Сейчас я найду резиночку и завяжу ее. Чувствую себя. О, так и буду сегодня ходить. Ой, как хорошо моя голова. Кстати, а мне неплохо короткая стрижка, прикинь. Ну, а что, прикольно, смотри. Ну, что, что, нет? Мне кажется, прикольно. Сейчас пойду девочек спрошу. Пойдем, будем. Не выключай, не выключай. Девочки, как вы считаете, как мне короткая стрижка? Ну, все же. Хорошо. Слушай, ну, мне нравятся кучеряшки вот с другой прической, вообще прям, вообще, прям, объем сильно. Хорошо, но они же меня не кучеряевают. Как вообще, вот, вообще, если ты так и вот коротко вот так постричься коротко, как... Полности нет. Нет. Чтобы сверху волосы были. Нет, так сверху волосы будут, но шапочка. Ну, когда уже отрасли волосы, все становятся... Да, вообще, вообще-то продаконно. То есть мне можно среживать. Ну, конечно же. Да. Ну, что, все. Итак, давай, мы расплели косички. Начинаю побежать, убирай, мой гость. Мы расплели косички мои два дня назад. Что я хочу сказать? Мне кажется, Саня, знаешь, что ты слишком... Итак, продолжаем дальше. У нас, кстати, товарищ оператор новый, поэтому мы тут будем прямо в прямом эфире отдавать ему замечания, вы будете это все видеть. У нас новый оператор, сами понимаете. Как и хороший парикмахер никому нужен нахер, так и хороший оператор, блин, никому не нужен. На! На! Ладно, все, продолжаем дальше. Мы расплели косы мои два дня назад. Два прошло, да, Дмитрий? Угу. Мы их не вычесывали. Кто носит косички, вам совет. Никогда не расчесывайся косички в тот же день, когда вы их расплели. Потому что волосы были долгое время в одном состоянии, и им, и вашим волосам тяжело вашим корням. Если бы мы начали в тот же день их расчесывать, было бы больно, я уже на себе проходила. Поэтому мы решили, мне кажется, были надо кончиком, они же вообще не расчесывали. А я их сразу, ну, и пересческой чуть-чуть так хотя бы... Ну, может, другой массаж, как мне жалко, мы ее не очистим от одних волос. Представьте, сколько дней они вообще... Потом этой массажке будут кромпы. Надо взять ту массажку, которую не жалко. Берете старую массажку. Не надо это, я тебе говорю. Потом она не красит. Страшная. Бега вниз за другой. Я пока расскажу вам это уже. Берете, вот, сняли косички, дали два дня, хотя бы сутки, чтобы ваши корни волос немножко себя, как бы, как сказать... Ну, короче, чтобы это натяжение спало, потому что реально очень больно. Потом даже спать больно. Потом вот прошло два дня, я ходила с гулечкой, сейчас гулечку, и начинаем вычесывать. Что я хочу показать? Смотрите, моих волос во время косичек, вы посмотрите сейчас, сколько мы их вычешем. Но их не стало меньше по количеству. Потом мы будем снимать ролик об объеме волос, чтобы люди понимали. Сейчас мы просто их расчешем, вычешем те волосы, которые выпали. Потом мы их намочим, покажем вам, что с ними будет. И вы будете смотреть, какое состояние волос у меня после кос, которое я носила полтора месяца. Самое главное в любых прическах, это не занашивать. Вот смотрите, кстати. Вот тут кусочек волос висит. Смотрите, кажется, что их мало, да? А сейчас я их распушу, как вам будет казаться. Их будет казаться, что их в два раза больше. Хотя я же их вычесала, их же не стало в два раза больше. Просто, что в два раза больше. А их же не посмотрите, сколько я вычесала. То есть это нормально. Люди многие просто переживают. Ой, столько выпавших. Так они выпадали каждый день. И это нормально, так и должно быть. Сейчас вот их расчешем. Я буду вообще прям такой дракошка. Красивая, красивая. Насколько я могу быть красивой. Так вот это вот хочу отрезать, эту мочалку, если честно. Вот, ждем Полиночку. Мне очень приятно вычувствовать себя, если честно. Страшная, да? И накрашенная, страшная. И не накрашенная. Ой-ой, как летит все. Фу. Бе-бе-бе. Да там все упало. У нас чистый, красивый зал. О, да. Посмотрим, что-то будет с меня сыпаться такого. Вот, вот, вот. Мне кажется, там вот эти волосы, которые длинные, надо почитать. Угу. Мне тоже так. Ну, потому что мы же там, когда заплетали, мы их там вырезали. Я говорю, Марина, не плетей, чтобы не были длинные. Я не хотела длинные. Я не хотела длинные. Так, Полинка, можно у тебя спросить? Да. Нажим все потушно. Воняет голова? Чуть-чуть. Ну, воняет же не так, когда люди курят? Нет. Ну, вот ты помнишь, когда курят клиенты, когда воняют? Да, точно. Можно задохнуться. Поэтому расплетение косичек, процедура платная. Потому что мастеру не особо приятно, особенно, когда люди курят. Оно все такое прямо, реально, можно задохнуться, когда там все эти запахи. На моих волосах только, наверное, сальце жареное и картошечку. Я же на даче была. Да, чеши, не бойся. Мне уже не больно. Голова отошла. О, прямо вот. О, как хорошо. Давай я почищу расческу, чтобы тебе приятнее было. Смотрите, какая. Коврик какой, да? Вот, чеши, не бойся. Мне не больно. Вот когда уже подождал, ну, время, тогда не больно. А вот когда в тот же день расплетаешь, очень больно. Я не знаю, как вспомню, когда эти корни в себе. Болят корни волос, как говорится. Там вообще, где мы восьмерки плели, там такие неинтересные. Ну, как и реальная химия такая. Сейчас посмотрим, как у меня с химией, хорошо или плохо. Вот что хочу сказать. После того, как снимаете косички, где-то, наверное, первый месяц волосы вообще не светятся. Почему это происходит? Многие даже не задумывались, а я задумывалась. Я даже, потому что, когда вы заплели косички, почему в косичках голова не так жирнится? Потому что, когда вы заплели косички, вы не раздражаете сальную железу, и ей нет надобности работать активно. И она постепенно как бы сокращается и зажимается. У сальной железы нет надобности работать активно, и она постепенно начинает сокращаться. Она сокращается, и как бы она так раз и захлопается, и она уже вот этот надкожный защитный жир, сало, как мы его называем, она его не выделяет в таких количествах, она выделяет совсем немножко, потому что волосы не шатаются, и она не списывает это, то есть ей не надо выделять защиту. И вся ее функция защитная направлена на корень, поэтому очень хорошо укрепляется корень, в косичках волосы растут быстрее, и поэтому они не огрязнятся так, как, ну, огрязнятся, ну, когда они не заплетены. Поэтому я рекомендую, кто не носит косички, да, а, допустим, кто носит, у кого длинные волосы, спать с косу лучше с двумя косичками, с двумя, с там, сбоку косички заплели, потому что во время сна тогда тоже ваши корни, они отдыхают и укрепляются внутри. Потому что все вот это вот шатание волос, оно не очень полезно. Полезно, когда волосы в одной, в одном положении, но это положение должно быть для них привычное, то есть если волосы вверху, значит, вот почему косички вот можно на этой зоне плести, а наращивать нет, потому что если волосы на этой зоне, волосы растут вверх, косичка делается вот так. Раз, вот здесь вот делается узелок, и волосы вверх, и косичка растет, растет все равно тут волосы вверх, то есть они вот так вот лежат, но они растут вверх. А когда вы делаете наращивание, вы не так втыкаете капсулы, а под углом, и они начинают расти вверх, а она их принудительно тянет вниз. И вот здесь меняется угол, а это гормональная зона, и здесь у людей потом большое воспаление, когда в этой зоне наращивают. Вот, так же и внизу, вот косичка вниз висит, она в определенном углом тоже заплетается. Если делать, короче, косички правильно заплетать, и волосы правильно наращивать, то никакого вреда вы не нанесете. Но люди не хотят вдаваться в физиологию, и начинают делать так, как им кажется правильно, не разбирая процессы физиологии человека. Но мы не такие, да, Полинка? Конечно. Мы учитываем физиологию. Даже у меня, вот когда у меня вот этот ряд уже, я вот проносила полтора месяца, у меня вот этот ряд стал утяжеляться, я уже по своей коже заметила, что ей здесь реально тяжеловато. У меня мастера посмотрели, мне кажется, вот такая вот кожа здесь, ну уже видно, что она такая вот устает от косичек, и я стала их собирать вверх, чтобы не нагружать вот этим растяжением вот здесь. Поэтому не зря же трихологи говорят, что ряд, который здесь, надо периодически, каждые две недели менять, чтобы он не лысел. Вот поэтому будьте внимательны. А чтобы правильно расплести косички, вот надо делать так, как делаем мы на этом расческой. Сейчас их больно там, как я болею наружу. Капец в коврике. Итак, мои рыбки, а это наша комната волосяная, и мы здесь взвешиваем волосы. Сегодня здесь тот случай, когда я взвешу свои. Вот все, что с меня вычесалось. Видите, всего лишь-то, всего лишь-то. Неужели я свои волосики расчесываю сама? Ой, какая прелесть. Боже, как хорошо. Как мне, господи, хорошо. Как мне хорошо, как мне хорошо. Видите, какая я, блин. Мне кажется, я похожа на эту, на Анжела Дэвис, или как она называется. А у меня так и ничего, под лицо все к лицу. Да. Всего-то вычесалось. 5 грамм. А теперь можно посмотреть объем. Все помнят, все помнят, перед тем, как мы начали наращивать, какой у меня, вернее, перед тем, как мы начали снимать, какой у меня был объем. Да. И у меня был объем маленький, и мы сколько волос вычесали. А теперь, когда мы их расчесали, какой он стал. Представляете? Вот. Что значит пышность волос? Это очень-очень важно. Очень важно, когда волосы ваши пышненькие. Поэтому люди, которые хотят объем, они всегда что делают? Химию. Химию. И получают тот объем, который они хотят. Ой, смотрите, какая красота. Что я пойду это все помою. Не знаю, даже мыть или нет. Товарищ оператор, как вам? Как вы считаете? Или еще до завтра походи? Походи так. Походи так, да. Я и так хожу, как экспериментатор. То с тем, то с тем. Совсем, совсем говном на голове, которое только есть. Я ходила совсем. Совсем. Все, вообще, заплетем мне красивую бульку-дульку. Виски отросли. Виски отросли, да? Ну, так почти месяц прошел. С прошлой съемки. Вот чик. Ну, ладно, похожу. Но недолго. Так как снять косички, это еще половину правильного дела, надо еще правильно их очистить. Сейчас мы сняли косую, и моя кожа, она вот такая. Вот, если смотреть под микроскопом. А мне надо, чтобы она была вот такая. Чтобы она стала вот такой, мы воспользуемся трехпазной очисткой. Мы заставим правильно заработать мою цельную железу. Мы берем первую пазлю. Наносим на волосы. Потом вторую, потом третью. И у меня все почистится. Перед тем, как наносить, лишние волосы, которые нам не надо. Видите, они тут... Мы во время, когда прилили, мы их обрезали. Мы им сделаем чики-чики. Чик. И тут чик-кары. Лизочка-кары. О! Да, интересно, как у меня с такой... Не, у меня вот не идет такая. У меня даже темные корни вот не идут, реально. Я как реально, как домовенок Кузя, с ним волосами, я не могу. Попытается вот. Бери расчесочку теперь черненькую, которую... Реально, вот. Давай я сама. Ничего, давай. А теперь, значит, нанесли мы первое средство. Теперь массаж. Видите, какая классная расческа. Это вообще... Это незаменимая расческа для митья головы, для таких ментяев, как я. У меня такая расческа, еще тизер. Ой, боже, как нехорошо. Ой, е-е-е... Прошло две минуты, и... Прошло две минуты, и солнце ушло. Ну, что это такое? Я только собралась на пляж с помытой головой. Ну, как так? На руке размешиваем шампунь, потому что он агрессивный. Чтобы не пересушить кожу головы, размешали на руке, и пошли. Наносим на всю голову. Потом я опять могу почесать расчесочкой. Переволну, наверное, не все. Я же говорю, я его... Угу. Два раза, наверное, его надо сразу так немножко... Смит, это масло. Я сейчас сначала промою, а потом раз нанесу, где-то он целется. Давай. Ой, как хорошо. А клиент пока лежит, он должен думать, мои... Итак, вот у нас третий заключающий этап. Мы нанесем ее прямо на кожу. Смывать ее не будем. А сверху на волосы я хочу нанести розовую масочку Ньютон 965. Мне очень нравится этот цвет, чтобы дать такой перламутровый оттенок. Когда у меня будет новая красивая голова, я завтра пойду в ресторан. Ой, голова аж посвежела. У меня ощущение, что реально мне скальп подергли. О, смотри, как волосы сразу все впитали влагу. Капец, да, насколько... Так, ну что, выключаем воду, наносим третье средство на кожу и потом... Нам надо купить для работы сначала вот такую камеру, микрокамеру для того, чтобы мы смотрели на состояние кожи клиента. О, потекло, потекло, потекло. Ну, оно как в Казахстане. Да, да. Угу. 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 Все, все, тут на шее тоже холодочком отдаешь. А, ты знаешь, у меня так хорошо ментал тут. Да, холодком. Ты сейчас сказала, что он холодком. Все, теперь надо сгонять наверх и взять 965 розовое тенок тут. Он понимает. 965. Он там стоит, душевой вот так. Пусть кончики будут розовые. Угу. Хорошо, вот этот. Да. Угу. Вот я могу тоже держать, а ты его так хорошо там. Девять шестьдесят пять мы им пользуемся. Кончики немножко мои подлечим. Кончик подлечим моих кончик. Все? Сейчас, чуть-чуть. Думаю, все распределились. Все, и сколько там его держать? Три-пять минут, не знаю, что там наделось. Угу. Все. Так, остался последний штрих. Здесь мыть мы не будем. Здесь у меня аж не было масочки. Только там, где маска вот так полежит. Да. Посмотрим, какой красивый будет розовый цвет. Потом меня надо еще попросить, пусть Марина меня подстрижет. Осталось розовый цвет что-то? Да. Что-то. Это мой любимый тон 965, он идет к перламутрово-розовому. Хорошо смываем, и все. Он так тоже хорошо питает волосы, да? Да, это же термокератин. Он напитывает и делает глазенькими-какими. Все? Угу. Хоп. Покажу немножко. Все, можно пойти попить чайку. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА